Мелик сдавал последние указания перед выходом к женщинам. Значит, тоже целуй. Я больной, я не могу целовать. Зато мэр и его зам слихозименили простудившегося коллегу. Молоденькие сотрудницы самоуправления чаще удостаивались поцелуев. Зато все женщины, вне зависимости от возраста, были искренне рады цветам и поздравлениям. Они задабривали мужчин сладким, конфетами и тортиками. И спешили запечатлеть на фото сегодняшнее поздравление. Многие из них признавались, сильный пол у нас руководит, а мы их направляем. Жесткая логика, как ни странно, иногда помогает, потому что мужчины пытаются решить все проблемы уму. А когда речь идет о каких-то тонкостях, каких-то нюансах, иногда бывает, на первый взгляд, нелогичное решение. Они являются самыми мирными. Жестчина всегда легко быть и приятно, главное. За час руководители мэрии прошли с седьмого этажа до первого и даже вышли на улицу в соседние департаменты. К концу праздничного марафона они утирали под солба и признавались. Наши женщины способны на все, а мы на все остальное. Критической работой управляют женщины. А мы только так помогаем в силу возможностей. Припомните какой-то случай конкретный, когда женщина спасла ситуацию, помогая вам. Или о чем-то напомнила, очень важно. Не, ну, предположим, руководитель бюро у меня каждые пять минут пытается напомнить обо всем, что нужно и не нужно. Спасая таким образом, скажем так, в конвейерном режиме ситуацию. Ну так, просто как один большой пример. У меня тоже бюро, только один мужчина, то есть один советник, все остальные женщины. То есть весь фундамент, как и мерзкий зал, она держится здесь на женщинах в Рижской доме. Ирина Нежина, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. 8 марта один из самых красивых.